Всем привет! Он работает? Спасибо. Вот, спасибо. Я на первом курсе участвовал в «Прошу слова», сейчас на четвертом, но прошло уже больше трех лет. И вот есть люди, которые говорят, что «Прошу слова» — это просто трата времени. У меня к вам обращение. Вот, посмотрите на меня. Это реально трата времени. Есть парни, у которых есть машина, и я вот из тех, которые знают, что на полтинник два раза не проедешь. Хотел бы рассказать про своих подруг. Они говорят, что я очень красивый, что я могу стать моделью. Но я понимаю, что это все неправда, потому что у меня есть непрожимые, непровержимые доказательства этому. Мне тупо ни одна из них не дала. Хотел как-то... ЦСКА спокойно. В общем, ходил на концерт красноярского андеграундов-исполнителя. X-Pine. Кто-нибудь знает такого? Конечно, это же не универно надо, да? Короче, я просто простоял весь концерт, перешившись со стен, мне не зашло. Я был трезвый, я думаю, поэтому. И я понял, что я трезвым вообще не способен на какие-то поступки. И вот вспоминаю, в 18-м году как-то раз так набухался, что капец еще наворотил. За Путина сходил, проголосовал. Это же вообще жесть. Я сам из Норильска. Наверное, многие знают, что Норильск это очень северный, холодный город. И чтобы все до конца понимали, я немного расскажу, что это Норильск. В Норильске, когда ты покупаешь фруктовый лед, мороженое, у тебя половина пламывается во рту, тебе очень холодно, но жалко выкинуть его. Норильске, когда ты из горячей бани выбегаешь голый, прыгаешь в снег, только покупаешь там еще одушку и живешь лет 15. Норильске, это вот когда переборщил с ментоловой смазкой. Все, наверное, слышали про то, что у нас правительство распустили, собрали новое. Наверное, мало кто понимает, что это значит. Значит, я вам могу сказать, это тупо значит то, что фразу «денег нет, но выдержите» будет говорить другой человек. С заменой Дмитрию Медведеву. А по факту все тоже. У нас в СУ есть охранники на каждом посте, на каждом входе в корпус, и обычно это престарелые мужчины. Я думаю, вот здесь побежит преступник. Как они его догонят? Они частенько не догоняют, что я студент по студенческому. Какой преступник? А еще женщины бывают охранники. Ну это что вообще? А вдруг ей в опасный момент захочется в декрет уйти? Ну что я? Мне очень часто в WhatsApp родственники присылают картиночки на праздники с поздравлениями. И я просто уже не читаю, на автомате отвечаю «спасибо, я вам того же». И я очень боюсь того момента, что мне напишут «Андрей, у нас беда, дядя Толя умер, а?» Спасибо, Иван Толеев. Напоследок, а нет, напоследок. Проходил ему церкви как-то, а там стояла бабушка и танцевала тиктоник. Я подошел посмотреть, что за фигня. Оказывается, она просто так быстро крестилась. Вы вот замечали, что в какой-то момент кондукторы стали нашими ровесниками. Ну то есть я вот ехал в автобусе, и кондуктором был мой одноклассник. Я подумал, ну, вот что зашквар. Я вот на четвертом курсе в СПУ, работаю тут же, а он в кондукторах. Но только вот непонятно, кто в этой ситуации победитель. Деньги-то с меня взял он. У меня все спасибо.